Понятно, что перебои с молочными продуктами характерны только для города. В сельской местности таких проблем не знают. Там, где льются молочные реки, побывала наша съемочная группа. С Советского Союза давно нет, а Ленинская искра горит все ярче. Так называется колхоз в Ядренском районе. В поле зрения нашей съемочной группы он попал не случайно. В столице республики молочный кризис, но на местной ферме наоборот молочный рай. Больше 7 тысяч килограммов молока здесь получают в год только от одной вот такой красавицы. По району это одни из лучших показателей. У нас 300 дойных коров, общая по голове где-то за 700. В основном мы живем в настоящее время за счет продажи молока. Цена на молоко в этом году более-менее, можно сказать. И работаем с четырьмя заводами. В республике на три завода отправляем молоко и за пределы Чувашской республики. Кроме рогатых красавиц с отличными удойми, есть в хозяйстве еще одна достопримечательность. Молодой доктор – ветеринар. Учился он в Чебоксарах, но применять полученные знания вернулся в родные края. Вырос в деревню. Меня с детства интересовали животные, и особенно сельские животные, потому что личное подворье было у нас в семье. Лошадь, коровы, овцы, ну весь кот, который держится в деревне. Я с детства ими интересовался, часто они болели. Мне всегда хотелось им помочь. Я с детства увлекался биологией, окружающей средой. И в деревне вот этот потенциал реализовать проще. Вероятно, если бы так думали больше молодых людей, никаких кризисов регион бы не знал. В колхозе молодежь ждут и зверяют. Условиями и техникой обеспечат, и работы точно хватит. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев. Республика.